Мой имя имя Аблайхана, факультет перевода и филологии. Научный руководитель Дельфиса Сальмахановна, старший преподаватель. Наша тема звучит как межритическая толерантность, как залог стабильности и процветания Республики Казахстан. Согласие в обществе — понятие неотделимое от принципов целостности, стабильности и справедливости. Проблема социальной справедливости является, пожалуй, одной из наиболее актуальных тем в нашем обществе, поскольку уровень социальной справедливости во многом определяет динамику развития общества и также его целостность и благополучие. Проблема социальной справедливости стала огромной проблемой, от которой зависит само будущее страны. За годы независимости Казахстан стал одним из немногих государств современного мира, для политики которого так характерны стремление к гармонизации всех сторон жизни, всего населения. Одним из важных условий развития Республики Казахстан является политическая стабильность, которая обеспечивается рядом факторов, в том числе утверждения в культуре толерантности. Что же такое толерантность? Толерантность — это ключевая проблема для всего мира, существенная составляющая свободного общества. И уровень толерантности зависит от уровня культуры. Чем выше культура общения народа, тем толерантнее будет человек. В нашем государстве большое значение имеет межнациональное конфессиональное согласие. Мы знаем, что в Республике Казахстан проживает 140 этносов и также 17 религиозных конфессий. Большую роль в обеспечении межнационального согласия играет Ассамблея народов Казахстана. Мы можем увидеть, что, например, во втором пункте статьи 39 Конституции Республики Казахстан признаются разные выступления против других народов или разжижение расизма является запрещенным. Доминирующей национальностью в Республике Казахстан, как мы знаем, являются казахи и русские. Они составляют 86,9% от всего населения. Казахстан составляет 64,55%, русские 23,5%. Также мы знаем, что следующей наиболее многочисленной нацией являются узбеки. Их составляет 2,96%. Дальше идут украинцы, угоры, татары и немцы. Ассамблея народа Казахстана была создана в 1995 году. И отдельные аспекты государственной независимости, государственной и национальной политики, деятельности Ассамблеи народов Казахстана были озвучены главой государства на сессиях Ассамблеи. И существует ряд некоторых особенностей. Первое. Роль межэтнического согласия изначально выстраивается на основе общественных организаций и этносов. Второе. Все этнические группы имеют чрезвычайно высокий гражданско-правовой и общественный статус. Третье. Реализация интересов казахских этносов осуществляется на высшем государственном уровне. Четвертое. Решение высшего органа ежегодной сессии Ассамблеи исполняется все государственными органами. Пятое. Интересы межэтнических групп обеспечивают через представителей Ассамблеи. Шестое. Казахстанской модели изложен концентрирующий принцип. И седьмое. Межэтническое отношение в Казахстане принципиально дополнено статьями 3 и 5. Мы знаем, что в республике Казахстан сейчас действует 88 школ, которых производится обучение на таджикском, игурском, украинском, а также узбекском языках. В 180 школах Казахстана 22 языковых этносов преподаются по самостоятельному выбору. И также в 190 специализированных лимбезийских центрах изучают языки более 30 этносов. Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия реализуется на следующих уровнях обеспечения межэтнического согласия. Первое. Это конституционный и политический правовой уровень. Второе. Это докториальный уровень. То есть в соответствии с доктриной национального единства Республики Казахстан укрепления независимости и достижения национального единства. И третье. Это институционный уровень. На уровне институтов гражданского общества, приведущие роли ассамблеев народа Казахстана. Становление и развитие модели международной толерантности в Республике Казахстан происходило в несколько этапов Первый этап был с 1989 по 1995 года Он характеризовал создание этнокультурных объединений до начала законодательства казахской модели Второй этап 1995 год до 2002 года Были определены параметры казахстанской идентичности Третий этап 2002 по 2007 года включал в себя политику по формированию казахстанской модели международной толерантности И четвертый этап начался в 2007 году Он характеризуется интеграцией казахского общества в единый народ И в послании народу президент Казахстана Назарбаев почерпнул, что нас много и мы все одна страна, мы один народ Мы сделали ценности единства и согласия фундаментом общества Основой нашей особой казахстанской толерантности Мы должны беречь и передавать нашу толерантность в дальнейшем поколении Спасибо за внимание